Девятнадцать часов, три минуты! Ну давай, представляй, ты всё мне показываешь пальцем, кто будет представлять. Привет, Андрей! Начинаем вот так. Привет, Андрей! Друзья, Майк Войс, Лиза Калинина в студии. Добрый вечер. И у нас в гостях сегодня, давай, три-четыре, Андрей Звонкин. Всем привет, всем привет, друзья. Мы тебе рады, очень. Само собой. Я, кстати, не стал расплёскивать вот эту бадью беседы, потому что мы здесь сидели, у нас практически интервью уже началось. Где-то минут пятнадцать назад, да, мы говорили-говорили, думаю, о чём тогда потом? Ну мы сейчас заново начнём, ещё раз. Мы сейчас просто всё это перескажем, да. У меня сейчас? Ну мы, нет, подожди, сначала я решу все свои вопросы насущные. Про деньги? Конечно. Мы закончили на том, что просто пробросило так вот Андрей за эфиром, сказал, да я тут ищу, может быть, спродюсировать кого-то вот там вот, чтобы вот... Ну это в планах, это в планах. Да, да, да. Да, может быть, кальянный рэп какой-нибудь, может, потом мы этому лысому мальчику поменяем репертуар, то есть, не вопрос абсолютно, да, можно сегодня рэп, завтра, так сказать. Поехали на студию заедем. Поехали на студию заедем. Поехали, попробуем что-нибудь сделать. А всё, вопроса нет. А, вопроса нет. Так просто пробросило. Слушай, у тебя, на самом деле, несмотря на кальянный рэп, очень прикольная майка, вся такая йога, медитация и так далее. Ну да. Ну да, у тебя вон детокс терапия. Ну, знаешь, это бренд такой называется... Я знаю, да. Ежедневные газеты, которые, они, типа, всякие объявления тут вешают очень прикольные. Ну, вообще, вот эта вся тема тебе близка? Йога? Да, йога, психология. Я йогу не занимаюсь, сразу признаюсь. Я люблю такой спорт функциональный просто, потому что, как бы, йога для меня скучновато. Командный? Ну, это классно. Ну, можно командный, ну, типа, там, эти, на время, там, табаты всякие вот такое. Какие-то круговые тренировки вот такое. Нет, это всё равно индивидуально, командные виды спорта нет. А, нет, ну, ты имеешь в виду, типа, футбол, нет, 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 футбол, нет, я не очень люблю. А болеешь? Нет, вообще не люблю это всё дело прям. А вот, кстати, абсолютно... Такие любил раньше, а сейчас ничего не... Играл? Ну, да, так, чуть-чуть пробовал. Ну, на коробке, поговорим. Ну, на конёчках там катался. Хотя ты как-то недавно встал на коньке и понял, что... Летом? Нет. Не получилось. И такой, знаешь, на свадьбе не вышло. Но я понял, что я пешком быстрее иду, и не хочу на коньке. А что такое 742-я кнопка? А это, если нажать 742 в триколорию, то там мы сразу. А, триколор, всё, я понял. Слушай, а ну как у тебя ещё дела? Да я не... Подожди, я не сказал, для чего нажать. И вы увидите вот эту самую шмотку, на которой написано «Back to reality». «Back to reality». Да, обратно в реальность. Так что включайте, не только наслушайте, но и смотрите. Вот теперь давайте. Как дела? Как жизнь? Мы тебя давно не видели. Хорошо, отлично. У меня всё прекрасно, да. Я рад сегодня вас вот увидел. Спасибо. Заида. Так что очень приятно, да. Ну, как бы, я только в творческом процессе. В тонусе. В тонусе, да. Сейчас вот я пишу потихонечку альбом. Так. Делаю, готовлюсь к предстоящему концерту. Концерт 16 ноября, сразу хочу сказать. Довольно-довольно, конечно. Да, мы будем играть в «Известий холл». То есть мы будем играть с живым составом. Мы придём. Обязательно. Я хочу сделать там ещё несколько новых треков, которые вот сейчас вот, собственно, делаю, чтобы их потом на концерте и запремьерить. Вот. Ну и сегодня. Я пришёл, чтобы представить, проаннотировать видеоклип. Да, мы его обязательно посмотрим чуть попозже. Скажи, пожалуйста, вообще вот лето, пора, это что для тебя? Отдых, работа, всё вместе? Выпадаешь ты из ритма или нет? Ну нет, по факту получается, что лето – это работа. Но просто единственное, в чём плюс, это то, что, да, хорошее настроение. Всегда. Потому что, во-первых, ты везде прилетаешь, везде тепло. Ну и в Москве тепло. Константливый. И это, и это как-то так оно, ну, как-то радует. Ну, типа, как бы ты приехал на гастроли, но вроде как, можно сказать, что это отдых какой-то. Релаксируешься. Ну да, потому что там детям эти, там, Соч, например, потусил там ещё, вот. И это прикольно. Хорошая тебе работа. А на Розе у тебя скоро же тоже концерт будет, правильно? У нас на Розе будет фестиваль, который называется Live Fest. Вот. Я там буду 17 августа. Он будет проходить несколько дней, там будет куча разных артистов. Так. Абсолютно разных причём. И будет и хип-хоп артисты, и поп артисты, и рок артисты. Вообще прям такой прикольный фест. Это будет в горах, кстати. Это круто. Ну, Роза в горах, конечно. Ну, просто дело в том, что предыдущий фестиваль был в горах повыше, а этот будет чуть-чуть пониже. То есть там можно ещё добраться на машине. Ну, в общем, найдут, захотят найдут. Я хочу, что пронотировать, Миша, и надо Андрею ликбез провести. У нас вечером просто всегда тема, если даже нет гостя. На тему 742-й кнопки. Нет, у нас либо про бабки, либо про секс. У нас это, так, про отношения. Каста, каста, каста. Да, и брейнсторм продолжает нашу философию. Касте? Да, касте. Смотрим. Друзья мои, продолжаем мы. Андрей Звонкий вместе с нами обсуждаем всё. От нарядов Андрея до его гастрольного тура. Собственно, клипа, который мы сегодня обязательно презентуем. Да вообще о чём угодно, что ли. Абсолютно. Андрей, кстати, вот я не знаю, как с Лизой. Лиза раньше не стояла у нас вечером в сетке, а я стоял. Мы с тобой в последний раз виделись на нашем дне рождения аж год назад. Новые татухи какие-то появились, нет? Нет, ничего не делал. За год ничего? Я всё хотел, но не дошёл. А что хотел? Да, вот это я не знаю. Это происходит очень спонтанно. То есть у тебя нет такой мании, как у многих, прям вот забиваться и всё? Ну, надо типа доделывать здесь вот там грудь надо доделать, ну, руку доделать. Ну, здесь как бы есть какой-то некий рисунок, который уже начат. У тебя тоже есть что-то, да? Нет, у меня про другую грудь говоришь, что мне надо доделать. Ему моя не нравится, традиционная. Одну причём, одну доделать, а вторую мне надо доделать. А вторую похожее, видишь? Прикинь. Да. Вот, и, ну, хотел тут добить, но, в общем, надо приезжать, надо делать и что-то не знаю. Слушай, просто у нас тема недавно была про татухи. И 80% россиян вообще никак для себя не видят, не приемлят. У тебя есть такая история? У всех знаешь какая тема? А как я в старости буду выглядеть? Почему людей волнует, как они будут выглядеть в старости? Ну, я тебе расскажу. Я рассказывала свою историю. Мой дедушка, он лёдчик, он весь татуха был. И он, ну, как скажите, под... Самолёты упали, короче. Да, он потом стеснялся и носил всё время длинные рубашки. Я тоже не понимаю, но это его проблема, потому что он стеснялся. Ну, мне кажется, наоборот, типа, ты дед, прикольный, в татуировку. Вообще, да, у него почему-то клёвые татухи были у него. Классно, понимаешь? Ну, вот так. Андрей, ты некоторых посмотришь, якудзу какую-нибудь там, вот из старых японцев. Ну, прикинь, старые японцы. Ну, это же стильно, чем просто какой-то дед, типа какой-то непоятный дед. Ну, а у тебя была такая тема, что что-то ты хотел свести, поменять? Нет, вообще не было такого. Ты вообще такой не прожалительный. Не жалеешь про что-то. Ну, я если сделал, так сделал. Я очень долго выбираю, но потом всё. У меня везде так. Так по жизни, в смысле? Не только в протодушке. Я долго думаю. Взвешиваешь всё и потом? Взвешиваю, но потом делаю один раз, и это, как правило, мне нравится. Ты знаешь? Подожди, ну что ты не должен это тоже спросить? Андрей, а ты знаешь, вот есть две концепции. Есть вот концепция, про которую ты говоришь, это концепция снайпера. Долго прицеливаться, прицеливаться, и потом делать вот этот самый выстрел. В одну точку. Вообще в жизни, вот в подходе к разным счетам. А есть концепция пулемётчика. Это когда ты вот прям строчишь, попал, попал. Нет, у меня, наверное, концепция снайпера всё-таки. Снайпер? Не сложно. Прицеливаться? Семь раз отмель? У меня бывают такие стихийные какие-то вещи. Но в основном я как бы настраиваюсь на какую-то конкретную вещь, например, какую-то песню. Я продумываю, сижу, ищу какие-то варианты, отбрасываю. То есть потом вот, и вот это точно прям всё, я её делаю. Ну, потому что бывает такое, что ты что-то начнёшь делать чисто по эмоции, да? Потом ты слушаешь, такой думаешь, почему я это начал? Ну, то есть, ну, как-то типа сомнения какие-то. Ты знаешь, я помню, год назад я брала, когда у вас, у нас был день рождения, я брала интервью сначала у Легалайза, потом у тебя. И я потом, ты был вторым, и я тебе говорю, что у вас очень похожее мировоззрение. Или, ну, кому-то два Андрея, кому-то говорю, у вас очень похожая философия. Вот это вот даже одинаково прохайп. Мы в одной каше варились. Да. Вот смотри, ты вот чувствуешь какую-то разницу со своими молодыми коллегами-музыкантами, что у вас разная философия вообще подачи музыки к профессии, к артистам, коллегам? Ну, мне кажется, в музыке, как бы музыка, она на самом деле вечная. Ну, то есть отношение к музыке, мне кажется, у всех одинаковое в плане того, что музыка, она, то есть типа песня или хит, она вот, ну, торкает или не торкает, в общем. Это во все времена было сейчас, и просто другой вопрос, что может быть отношение к, знаешь, как типа, ну, у меня, допустим, есть какие-то определенные вещи, вот там, допустим, да, принципы или какие-то, ну, какой-то виде, ниже, ниже, там, какой-то уровень, скажем так, ниже которого я не могу опуститься. Андрей, Андрей, вот смотри, мы тоже не можем опуститься, это должен кто-то оплатить. У нас есть принципы, сейчас реклама, и мы продолжим. Ну, давай, окей, окей. Звонки там, звонки здесь, это не совпадение, это вот специально вот это. Я по телеку и здесь. Да, да, на шумовой там и здесь показывают. Мы специально подготовили, да, когда я пришел в клип играть, да? Конечно, естественно, все заготовлено. Слушай, а вот сейчас у тебя фраза есть такая, падать от одного взгляда. Сейчас такое происходит, падаешь от одного взгляда. Постоянно. Да? На концерте стою, прям, кто-то смотрит, прям, так, вау, классно. Серьезно? Да, да, ну, ловлю взгляды, да. А, подожди, а когда... Ну, кто-то кайфует, прям, так стоит, ну, в зале прям. А, то есть артисты всегда видят, да? Я просто как-то выступал где-то, и прям одна девочка стояла, она весь концерт прям так стояла, вот так и смотрела, и слушала. А потом мне пишут, я, типа, офигел вообще. А ты узнал, да, идентифицировал что-то она? Да, 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 да не люблю в очках выступать и когда не вижу лиц когда все я не люблю всегда было вакууме находишься мне мне не нравится люблю видеть вот всех практически не нравится даже запоминаешь лица запоминаю лица да потом я вижу но он еще раз могут прийти на артистка смотрит на тебя и думаешь вот он смотрит на тебя либо это просто я думаю что есть какие-то ну просто как кажется что он смотрит но но я смотрю что он поет тебе вот ну я могу кому-то спеть там привет там ночью да слушай а что тебе самая вот внезапная публика дарила вот на концерте забросал на сцену за трусы не знаю ключи от квартиры это рэпер новой школы трусы кидают там сразу просто телефон семейный 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 наверняка нет я да ну ничего такого ну там где ну там цветы как-то один раз подарили так неловко стал я я говорю я прям себя каким-то филиппом кирку мне кажется какая-то такая тема странная да как раньше цветы выносили так на сцену я поражал думаю что не был человек специально обычный к которому эти все цветы передавали и он допивал и непонятно судьба этих цветов вот тебе некомфортно да когда только ну это странно как для меня но мне кажется самая классная реакция но это просто когда люди кайфуют там до качают и а когда потом цветы но это конечно не задумывали но это немного какая-то какая-то олдскул прям совсем не кажется суши ну а на кавказе у тебя же были концерты правильно суши на кавказе ставрополя кавказ краснодарский края краснодарском крае барана приносили что коньяк дагестанский ничего нет нет но они билет у меня музон слушать просто ну цветочки там а ты сам хочешь на концерты вот у тебя есть практике там отслеживать своих коллег редко хожу на концерты но к нашим хожу вот в последнее время последний раз был на и на анализе с проектом яфе она приделал концерт лиза это елка до елка да ну к нашим хожу ну да ну каким-то знакомым там артистом но так чтобы прям я хотела на это ширина бы сходить но но не почему я хочу у надо идти точно и не и не хожу дорого да нет ну не знаю просто не хожу ну типа такая блин а это ширина доходить точнее да да идем и идем и таки и и не идем потом сейчас это приезжает я вот единственное на как бы точно пошел это как если там приехал бы там колплей или постмалон слушай а давай расширим просто границы просто чтобы у меня тоже понимание сложилось а скажи на кого бы ты пошел вот кто угодно когда угодно кто выступал вот ну эти даже если их уже нет они все там поумирали неважно вот на кого точно пошла точно пошел да колдплей колдплей а из вот я жду пока не не знаю я пошел конечно не знаю я как-то и как-то стал андрюхи все ровно ну типа старых и что было но тупака бы пошел ты знаешь у меня вообще к хип-хоп артистам кип точнее кип-хоп концертом очень странное отношение если если рэпер просто работает без музыкантов вот один какой-то такой типа клап шоу какой-то так скажем мне вообще-то не особо это интересно как-то я уже я там ну ходил на на разных а единственное что вот я на кого кстати хотел но не попал это black опис и в этот раз я не попал они же приезжают да они круты они это самое это наверное самая крутая группа я думаю нет я была еще когда была на ферги вот начале они еще давно в москву приезжали я не смог ни тогда не сейчас а еще джастин очень круто дает концерт джастин да базара нет да и бьонс а вы еще наверное вот да пожалуй вы еще нашу рекламу не видели давайте посмотрим да мы скоро вернемся будьте с нами 89 и 9 москве 102 ноль санкт-петербурге 742 кнопка в трикалории страна .фм наш сайт там прямая трансляция если вы вдруг пропустите я не знаю у вас какие-то неотложные дела хотя какие они могут быть вы можете посмотреть все то же самое на ютубе у нас в записи потому что андрей звонки у нас сегодня в гостях страна fm youtube канал мы продолжаем андрей вот скажи пожалуйста да мы столько интересного говорим за кадром говорим в эфире точно продолжай что ты мне просто интересно вот ты так прикольно создаешь музыку ты всегда говоришь что у тебя музыка важнее текста ты нам еще сказал за кадром ну а для тебя это приоритетно ну типа не не важнее а для меня песни начинается с музыки а потом а потом текст мне вот просто другой вопрос интересен когда ты слушаешь вот по радио допустим слушаешь страну fm ты можешь сказать да боже какую фигню поет вот такая музыка хорошая но такая ерунда этот текст по тексту да ты слова вообще для тебя важны вот когда ты как опять же есть есть такие вещи но ну да ну бывает такое но как правило почему-то если он поет фигню в тексте то как правило фигня и в музыке то есть это сам образ не интересен для меня как человек если еще какой-то интересный он ну как бы реально что-то как-то мысли это прикольное то 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 скорее всего у него и тексты будут так прикольным и и музыка тоже но не знаю это мое личное такое нет такой ситуации а вот бы минус послушать из-за вот этого бывает что какие-то специально пишут какие-то легкие треки чистом по таки кочевые без бессмысловые нагрузки это одно дело но так но сам артист для меня до должен читаться то есть самой личностью в песнях знакомый ты можешь сказать обратно связь сказать ну вот такой бред вообще я в последнее время говорю прямолинейно прям 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 на рейбле у себя прямо в елке ну например например приходьками на студии кто-то что-то делать я сразу говорю что это плохо там почему ты хочешь сделать песенка она считает что это классно я такой ну типа это плохо давай сделаем ну знаешь и обижаются и прислушиваться потом да да что есть такая тема когда ты какая-то девушка критику человек думает ну наверно он точно разбирается он точно значит надо делать и но у меня происходит именно так но я как бы так не не просто там что это все фигня а ну просто я конструктивно объясняю почему ты бизнесмен просто я услышал что да или нет я себя по натуре я не считаю тебе приходят на студию люди да и вместо того что да платят деньги вместо того что ты сказал господи да какой шедевр тебе надо еще раз прийти сюда вот эта тема не работает кстати не работает ну потому что не дашь какая тема потому что из-под и из твоих рук выходит продукт и если ты такой да это классно класс платить деньги ты потом сделаешь фигню потом все скажут что это фигня потому что правда фигня а ты сразу скажет да я ему сразу говорил чтобы не оманывать не себя не артиста я сразу говорю что и давай сделаем допустим но я не уверен что это будет какой-то хит или еще что-то человек там ты либо соглашаешься либо давай посидим подумаем может быть что что посмотрим что-то еще но как правило так происходит у нас сейчас в эфире будут твои украинские коллеги так во главе с потапом группа мозги класса коллеги ну они музыканты они не строители они музыканты с этим мы кстати с потапом в инстаграме между прочим так иногда переписываемся кстати серьезно он же не респектовал он же рэпер он же включая мозги дружок и андрей звонки в гостях у нас здесь на стране fm андрей ты сказал о соотношении текста и музыки а какое место ты отводишь видеоряду видеоряду но это очень важная составляющая вот видеоряд почему потому что это показывает имидж артиста это показывает образ и через видео ты понимаешь вообще в принципе ну какое-то направление ну это очень важный очень важный момент и кстати один из самых сложных с этим потому что это напрямую еще зависит от там не знаю оператора режиссера а то на от того как сам артист умеет собрать какую-то команду или да или сам организовать или наоборот какой-то режиссер угадает то что нужно это очень сложный момент на самом деле а ты какое непосредственно участие принимаешь в этом consistency у не думать и мне нет как бы обычно я какой-то даю какой-то вектору я там допустим не режиссер то есть они не пишут нам сценарий допустим вот что вот так вот так пошел туда я даю просто просто общий вектор какая должна вот там картинка какие должны быть примерно локации summary образ там не знаю насколько это должно быть там но это может быть мы сюжету или это пусть будет просто какие-то кадры не знаю то есть вот такие вещи и уже потом мы садимся с учительной и уже а он додумает, именно какие-то детали прорабатывает. Мы это к чему? Друзья, у нас буквально через 40 секунд состоится премьера на стране ФМ. Глобальная. Глобальная. Мега-премьера. Мега-премьера. Шайн называется. Работа звонки. Ну, у тебя есть 30 секунд. Может, ты нам презентуешь? Расскажи. Презентуй. Мы, кстати, этот клип сняли с Давида Бенсена. Это с тем же режиссером, что и снимали клип «Голоса». Вот мы прям с ним сработались. Комфортно. Да, нам с ним комфортно. Мы летали в Сеул на съемку этого клипа. У нас была очень забавная съемка. Мы летали в Сеул. Там три дня бессонных бегали по Сеулу и ездили по окраинам. Потом мы снимали еще в Москве на свалке. Ну, даже не свалка. Это переработка металла. У нас там была драка. Мы там подрались с местными какими-то ребятами. В смысле? Не в кадре, а... В прямом смысле, да. А ты получил все разборочки? Ты можешь вписаться? Ну, да. Ну, пришлось вписаться. Немножко там пострадал чуть-чуть, но на съемку это не поверял. В общем, короче, очень было насыщенно и интересно. Есть что вспомнить еще. И плюс путешествие, да. Ну, вообще, очень круто. И я хотел в Азии поснимать что-то. И прям супер. Ну, мы готовы. Ну, в общем, смотрим. Что говорим? Ты волнуешься? Ты волнуешься? Ну, хорошо. Давайте смотрим. Мы тебя поддерживаем напряжение. Вы просмотрели только что это произведение. Ну, да. Не погусь этого слова. Это реально... И хотелось бы уточнить. Я правильно понимаю, что вся красота у нас снималась в Сеуле в одном городе? Да. А помойка в России, соответственно. Ну, естественно, по-моему. Я хотела спросить... Мы, конечно, могли Сеульскую найти, но мы не знали где. Если, допустим, мы тоже хотим в твоем клипе сняться, где кастинг проходит вообще, как вписаться? Я же со студией еле договорился, что ты мне... Давайте, да, давайте поучить. Слушай, ну, как-то у нас... Да не знаю, ну, мы так... Все так по факту наруливаться. Не знаю, у нас нет такого, чтобы мы проводим какой-то суперкастинг. Но, допустим, вот когда мы искали главную героиню, мы просто что-то подумали про вот эту вот... киберпанковскую тематику. Потом еще нужен какой-то робот. И подвернулось то, что есть девочка, у которой есть костюм робота. Она диджей, у нее есть шоу роботов. Мы такие, о, надо ее пригласить. То есть не было такого, что... Она из России. Да, это наша девочка. Просто так все совпало, что есть такая девочка. Есть идея снять такую тематику. И мы нашли эту девочку. Просто у нее был костюм. Вот и все. У нее был костюм. Есть костюм. Там их было. Студия, микрофон, люди. Красивые. Так что все по факту. Мы тебя поздравляем с премьерой. Спасибо. Класс. Будем ждать обратной связи. Еще что-нибудь потом. Слушай, ты говорил, что ты всегда критику сам жестко можешь сказать людям. Вот если тебе что-то скажут. Да нет. Я стараюсь пока... Когда мне говорят? Да. Я уж привык. Я привык. Ладно, ладно. Я уже стал этот... Кремень просто. Реклама. Ну а что про критику? Я вот... Я как будто бы через свою критику могу... Зайти, да? Ну вот не к Андрею вопрос, а к самому себе. Я вот ничего не понял. Там робот, там девушка. Не понял, да? Там Сеул. Все, ничего не понял. Все, я... Ты вот объясни мне. Я обижен. Да не буду объяснять. Ну и все. А мне понравилось. Я все поняла. Да не нужно... Пусть каждый по-своему это видит. Да. Нет, подожди. Давай так. Мы начали про критику. Ты говоришь, я кремень. Да я вообще не обижаюсь. Да видел я, какие слова сказал. Андрей, Андрей мне под столом сказал. А потом рыдаю просто. Потом поговорю. Нет, Сережа, ты начал им закадровать, даже ты говоришь, когда хейтер жестко, то... Ну есть просто хейтер какой-то бред, а есть какие-то вещи, говорят, иногда вменяемые, и в принципе можно прислушаться. Ну есть какие-то такие... Это редкость. В основном просто хейт. Ну там не понравилось что-то кому-то, не знаю, или кто-то, ну условно говоря, позавидовал, или просто там, не знаю... И вылил. Че-то там скачешь, как дурак, допустим, там думаешь, а что мне делать? Это вообще, да, это критично. А если ты стоишь, че-че-то стоишь, как дурак, то есть, ну понимаешь, да, ты в силу не угодишь, естественно. Поэтому, ну, как бы, ну, пишет и пишет. Ну ты говоришь, ну знаешь, с другой стороны, профессия артиста не должна как-то нравиться. Ты же должен, тебе все равно цель понравиться, так или иначе, какой-то части аудитории. Нет? Ну, у меня такая тема, что если, допустим, то, в чем ты делаешь, люди видят часть себя, допустим, они в этом... Это круто. И если человек, допустим, не понимает чего-то, это не значит, что мне нужно спуститься до его... Может быть, ему нужно подумать, или ему нужно как-то... Понятно. Ему нужно вкусовый воспитать, или еще что-то. То есть, нет такой темы. Или есть такое, но это не моя. То есть, я делаю то, что... Свой продукт, который... И в нем люди находят отклик. То есть, кого-то он мотивировать может, для кого-то это стильно, для кого-то... То есть, я стараюсь придерживаться таких вот максимальных понятий о тех или иных вещах. То есть, это должно быть музыкально, это должно быть в этом какой-то смысл, который мотивирует к чему-то. Это должно быть, не знаю, это должно быть стильно, это должно быть там как-то еще... Просто другого просто не всегда получается сделать так, как ты думаешь на 100%. Но в целом я стараюсь Цель сделать просто Интересность с разных сторон Чтобы каждый в этом видел Часть себя, свою жизнь У нас остается 40 секунд Андрей, давай от тебя какое-нибудь Напутствие какое-то Совет, рекомендация Я советов не раздаю Пережды могут поделись своим Мы любим это Андрей, Андрей Хочешь я тебя подхвачу У меня есть совет от Андрея Собственно я заглажу свою вину Что я ничего не понимаю Так вот смотрите Третьего Калининград, четверто нижний С пятого там он занят будет Это все те места, где вы можете Андрея увидеть Покупайте билеты Езжайте смотреть Ходите чаще на мои концерты Это Чиро, я Андрей звон